Мир вам, дорогие друзья! На связи Алексей Мозелев. Сегодня мы с вами будем изучать раскрой кожи методом так называемого обратного хвата. Напоминаю, мы с вами на прошлых уроках изучали линейный хват, когда мы с вами упирали нож в середину ладони. Изучали мы с вами раскройный хват, когда мы с вами нож выводили на промежуток между большим и указательным пальцем. И сегодня мы поговорим по так называемом обратном хвате. То есть тогда, когда мы с вами берем рукоятку раскройного ножа полностью в кулак, как будто мы зажимаем молоток, как будто мы зажимаем какой-то другой профессиональный инструмент. Где используется подобного рода хват? Ну, чаще всего он используется, конечно же, на профессиональных различного рода ножах. То есть это может быть у нас с вами японский нож, может быть римский нож, может быть у нас с вами шорник, может быть у нас с вами секирка. Смысл один и тот же. То есть тогда, когда мы с вами работаем подобного рода хватом, у нас нож берется очень и очень крепко. Вот и соответствующим образом, чуть чаще всего подобного рода хватом мы с вами делаем следующее движение. Тогда, когда мы ставим нож на одну грань и наклоняя его, производим, видите, вот таким вот образом раскрой кожи. Конечно, нож должен быть достаточно острый, движения эти надо будет отточить, но, а если же нам хочется раскраивать с вами соответствующим образом по прямым линиям, то тоже у нас с вами никто не мешает. Видите, таким образом, то есть используя профессиональный обратный хват, мы с вами можем раскраивать кожу, то есть так, как нам будет удобно. Вот у нас с вами работа с секиркой, вот у нас с вами работа, то есть, собственно говоря, японским ножом. Видите, опять-таки мы с вами можем раскраивать кожу по прямым линиям и можем раскраивать кожу вот таким вот, не знаю, как сказать, гильотинным, что ли, движением. Вот видите, тогда, когда я наношу нож сверху. Если у нас с вами нож достаточно острый, вот сталь достаточно хорошая, подобного рода ножа. Работа с ножом просто одно удовольствие. Вот, конечно, можно чередовать, ну, в зависимости от типа кожи, разного вида хвата при работе с подобными ножами, но в основе лежит у нас с вами вот такой вот так называемый обратный хват. Надеюсь, вам было сегодня интересно и полезно меня посмотреть. Напоминаю, что каждый из вас может пройти обучение в работе с кожей в нашей школе кожи и новоискусства, а у вас будет ссылочка под роликом на бесплатный курс, как научиться работать с кожей. Проходите, смотрите и, если интересно будет, после бесплатного курса уже продолжать обучение под моим руководством. Добра и радости и ксерического процветания. С уважением, как всем, Алексей Мазалев. Спасибо. 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 Спасибо.